Девушки отдыхают Но давайте обо всем по порядку Джеймс Дэвид Гринблад родился 2 января 1967 года в Куинси, близ Нью-Йорка в семье режиссера и продюсера Уильяма Гринблад Мама будущей кинозвезды работала на радио Когда Джеймсу было 15 лет, семья оказалась в эпицентре киношной жизни Они переезжают в Лос-Анджелес В школе Джеймс проявлял свои творческие способности тем, что разрисовывал джинсовые куртки по заказу своих приятелей портретами рок-звезд разъезжал на Харле и слушал музыку После выпускного Джеймс решил пойти по стопам отца и обратился к кинематографу Правда не в качестве режиссера, а как актер Более того, молодой человек изо всех сил показал свою самодостаточность и открещивался от помощи отца, продюсера и режиссера Джеймс взял псевдоним Маршалл и отправился на кастинг инкогнито Как и большинство актеров, новоявленный Джеймс Маршалл начинал с крошечных эпизодических ролей в телесериалах и фильмах таких как «Особенные школьные каникулы», «Она написала убийства», «Проблемы роста», «Вспышка во тьме» В 1989 году Джеймс был удостоен награды Young Artist Awards в номинации «Лучший актер в специальном игровом кино», заработав в сериале специально после школы Известность пришла к актеру в 23 года, когда он заполучил роль Джеймса Херли в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс» Начинавшийся как экспериментальный проект Линча и Марка Фроста Нелишенный сюрреализма, этот драматический сериал впоследствии стал культовым Многие авторитетные издания называют его лучшим телешоу всех времен Затем последовала небольшая роль в драме Мартина Шина «Дисбат» В 1992 году Джеймс Маршалл сыграл главную роль в драме режиссера Роуди Херрингтона «Гладиатор» Советую посмотреть этот фильм И, кстати, боксерские поединки ставил Бенни Уркидес В том же году Джеймс появился в фильме Роба Райана «Несколько хороших парней», который номинировался на премию «Оскар» Затем в роли второго плана в комедии Юджина Хесса «Не делая этого» Маршалл снимался в сериалах «Голод», А затем получил главную роль в драме Стюарта Купера «Билет», где сыграет в дуэте с очаровательной Шиннон Дуэрти Да, той черненькой из Берли-Хиллз 90-210 Джеймс исполнил роль мужа героини Шиннон, который неожиданно выиграл в лотерее 23 миллиона долларов Когда семья летела за выигрышем, самолет разбился И выжившему семейству пришлось искать способы спасти свой лотерейный билет На который открылась настоящая охота В мае 1998 года Джеймс женился на актрисе Ренни Гриффин Которая впоследствии подарила ему двоих детей В 99-м году Маршалл сыграл главную роль в семейной комедии Тони Гиглио «Король футбола» В 2000 году актер снялся в скромной драме «Судный день» В роли доктора Тома Бэнкса, работающего в области вирусологии на правительство Который обвиняет в смерти жены государства, похищает вирус и инфицирует себя В 2009 году Джеймс снимается в образе шерифа в фильме «В глазах убийцы» А в 2010 году в мимолетной триллере «Проклятые» В 2016 году выходит фильм «Добро пожаловать в Каин» В 2017 году выходит третий сезон сериала «Твин Пикс» В котором Джеймс Маршалл продолжил роль Джеймса Хёрли Помимо актерской карьеры, Джеймс Маршалл во второй половине 2000-х годов Начал карьеру музыканта На «Твин Пиксе», конечно, Джеймс не остановился И в будущем его ожидают новые проекты А пока кто убил Лору Палмер? Субтитры создавал DimaTorzok